Саламат Страмакхурмитте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел бы продолжить выступление и рассказать о следующих действиях, которые мы должны обязательно предусмотреть, когда будет происходить смена власти режима Нурсултана Назарбаева. Как вы знаете, в программах демократического выбора Казахстана продумано буквально все, и это, наверное, единственная в мире организация, которая очень детально прописала все шаги. Мы озвучили политические программы демократического выбора Казахстана, план экономический реформ сроком на 4 года и буквально по годам. Также мы объявили, что мы хотим построить парламентскую республику без должности президента. И очень много мне вопросов задают, а каким образом будет происходить передача власти, когда режим Нурсултана Назарбаева будет сменен. В этой связи тоже очень подробно все это описано. Мы говорим о том, что будет организовано временное правительство. Временное правительство придет к власти, когда тысячи наших сторонников выйдут на площади страны, а затем, собрав необходимое количество протестующих, минимум по 50 тысяч человек, это Астана, Алматы, в других городах по 20-10 тысяч человек, и эти протестующие займут в Астане здание Ахарды, парламента, в Алма-Ате и других городах займут здание местной администрации Акиматов. Вот, собственно, такой план, и в течение шести месяцев страной будет руководить временное правительство, демократические выборы Казахстана. В течение шести месяцев мы проведем свободные парламентские выборы, и народ может избрать своих депутатов. В свою очередь депутаты придут в парламент и проголосуют за назначение премьер-министра, министров, одним словом, таким образом будет назначено депутатами правительства страны, то есть представители народа назначат правительство. Мы тогда говорим о том, что новый парламент внесет поправки к конституции страны и ликвидирует должность президента, и все основные решения будет принимать парламент страны, а исполнительная власть будет реализовывать именно правительство Республик Казахстан. Через какое-то время пройдут выборы местных органов власти, Акимов, всех уровней, городов, областей, районных центров, поселков и так далее. И таким образом вся власть будет контролироваться народом через прямые выборы. Но есть ряд моментов, которые мы хотим, скажем, добавить еще, с учетом особенно событий, которые произошли в Белоруссии. Вы видите на улицах Белоруссии сотни тысяч людей, и очевидно, что максимум до конца августа, при этом я говорю запасом, режим Лукашенко будет сменен, придет к власти Светлана, которая сейчас живет временно в Белоруссии, Светлана Тихановская. Она набрала абсолютное большинство на этих выборах, и Лукашенко, как известно, подделал итоги выборов. Сейчас Светлана Тихановская сделала обращение к народу Белоруссии, она объявила о том, что готова приступить и стать президентом страны и провести будущие выборы, на которых могут участвовать реальные конкуренты, и прийти к власти и будет у власти избранный новый лидер, новый президент страны на честных выборах. Вы знаете, что в Белоруссии в первые дни протеста были массовые избиения людей, причем они были, эти избиения, демонстративные, есть убийства. Было арестовано около 7 тысяч человек, в тюрьмах над протестующими измывались, и сейчас белорусы опубликовали данные в социальных сетях этих, скажем, представителей милиции, которые участвовали в избиениях. Их лица уже многих известны. Ну и как выяснилось, таких в Минске всего лишь 2,5 тысячи человек, и очевидно, что когда произойдет смена режима, эти все люди будут арестованы. Люди, которые работали в СИЗО, в следственных изоляторах, и пытались избивать людей протестующих, тоже будут арестованы. Белорусы вообще требуют к тем, кто особо жестоко издевался над людьми, их пытал, дать тюремный срок от 15 до 25 лет. Таким образом, те представители силовых структур, которые работали на стороне Лукашенко, они, безусловно, будут арестованы, они получат длительные сроки заключения, как видите, итог ясен. Так же было, собственно, и в Украине. Поэтому сегодняшний эфир посвящается в первую очередь представителям силовых структур. Это к полиции, работникам Министерства внутренних дел, это представитель комитета национальной безопасности, это представителям армейских подразделений к вооруженным силам Казахстана. Итак, собственно, вот эта часть эфира, которую я сегодня озвучиваю, она является продолжением наших действий для того, чтобы смена режима на султан Назарбаева прошла без жертв, мирно, как я все время говорю. Мы не будем применять никакие силовые действия против власти, в этом смысле наша организация мирная. Мы именно как Беларусь мирными действиями произведем смену режима на султан Назарбаева. Каким образом? Меня это много раз спрашивали, я говорил следующее. Для того, чтобы произвести мирную смену власти, достаточно 3,5-5% населения от крупных городов, как Алмата, Астана и другие города. И, конечно же, меня наши граждане спрашивают, что в Минске, в частности, было, наверное, около 10-15% людей, которые выходили на площади страны. И по этому поводу у меня звучал и звучит один ответ. Это связано с тем, что у беларусов, судя по всему, нет единого центра управления, нет ячеи, которые управляют этой огромной массой. И они не ставят главную задачу. Сформировав эту протестную массу, необходимо идти просто заполнить собой администрацию и помещение резиденции Лукашенко. И таким образом продемонстрировать, что все, власть Лукашенко закончила. Судя по всему, это в любом случае произойдет. Сейчас протестующие в Беларуси накапливают силы, организовывается массовая забастовка по всей стране. Выходят сотни тысяч людей на улицы. Таким образом, они деморализуют силовые органы страны. Вы видите, как работники милиции поэтапно переходят на сторону народа. Это будет происходить повсеместно, включая и армию. Но, уважаемые друзья, вы понимаете, что те полицейские, которые участвовали в избиении мирных граждан и протестующих, безусловно, понесут ответственность. И в этом смысле, те события, которые происходят в Беларуси, являются показательным уроком для работников нашей полиции. Вы все прекрасно понимаете, что Нурсултан Назарбаев и его ближайшее окружение на своих самолетах попытаются улететь куда-то далеко, в Китай, в Эмираты или еще куда-то, и таким образом скрыться от вас. У них миллиарды долларов накоплено в западных счетах. А вы, полицейские, имеете ипотеку, имеете небольшую зарплату, 90-150 тысяч деньге. Вы живете на коррупции, забираете деньги у простых граждан, потом относитесь к своему начальнику, что-то у вас остается. И далее по лестнице эти суммы вознаграждения накоплены, идут министру внутренних дел и часть опять идут Назарбаеву. Таким образом, построено это коррумпированное государство Нурсултана Назарбаева. И вы понимаете, что изменений неизбежны. Мы разговариваем со многими полицейскими в регионах, и они все говорят, когда же вас будет много, мы устали так жить, мы хотим жить в новом государстве, честном и справедливом, мы не хотим брать взяток. Скоро эта ситуация наступит и в Казахстане. Будут также десятки тысяч людей выходить на улицы, и все изменится. Все пессимисты, которые говорят, что казахи такие-сяки, они заблуждаются, потому что у нас последние два года идут активные митинги, и у нас проходят разные акции, и эти несколько лет закалили наших активистов, и сотни тысяч людей прекрасно сейчас понимают, что с этим режимом нам не по пути. У белорусов же последние два-три года не было никаких митингов, потому что репрессивный аппарат Лукашенко жестоко их подавлял. И в этом смысле наши граждане более тренированные, чем белорусы. Ну и посмотрите, какие акции проходят в Белоруссии. Десятки, сотни тысяч людей выходят на улицы. Я убежден, что мы также сможем повторить успех белорусов. Мы также повторим активные действия, которые происходят в Хабаровском крае. Мы тоже все можем. Мы, как все, пользуемся сотым телефоном, ездим на импортных машинах. Мы используем западные технологии. Мы также сменим этот строй и построим парламентскую республику. Это безусловно. Но мы должны всего этого добиться бескровно, учитывая опыт соседних стран. И поэтому штаб демократического выбора Казахстана сегодня озвучивает ряд мер, которые дают выход представителям силовых структур принять решение и перейти на сторону народа. Мы сегодня объявляем, что за арест Нурсултана Назарбаева, главу Совета Безопасности, главного коррупционера страны, главного врага нации, мы объявляем вознаграждение в размере 1 миллион долларов США. Такое же вознаграждение мы объявляем за члена преступной группировки нынешнего президента Хасунжимар Токаева. Также в этот список входит Карим Масимов, глава комитета национальной безопасности. Это комитет Назарбаевской безопасности, который преследует людей, который управляет Министерством внутренних дел и полиции, натаскивает, заставляет полицию нападать на мирных граждан, избивать их, убивать. Это все делается руками спецслужб, а именно комитета национальной безопасности по приказу Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. Он же является родным племянником Нурсултана Назарбаева. За каждого из них мы объявляем вознаграждение в размере 1 миллион долларов США. Мы объявляем, как временное правительство демократического выбора Казахстана. Когда к власти придет временное правительство демократического выбора Казахстана, мы выплатим вознаграждение в размере 1 миллион долларов США за арест этих четырех лиц. Также за каждого из них будет выплачена в виде вознаграждения квартира размером 200 квадратных метров и те участники, которые будут участвовать в аресте этих четверых лиц получит помимо денежного вознаграждения 1 миллион долларов еще и квартиры по выбору в Алма-Ате или в Астане. Четырехкомнатная квартира до 200 квадратов. Итак, мы даем представителям силовых служб выбор. Сейчас Нурсултана Назарбаева охраняет так называемая служба охраны президента, она по-другому несколько называется, но тем не менее, я ее буду называть по-старому. Эта же группа охраняет Хасамжамар Токаева, она небольшая и их не очень много, но скажем так несколько сот человек. Вот мы даем возможность службе охраны президента, всем тем, кто осуществляет охрану этих четырех названных лиц выбор. Совсем скоро произойдет смена режима Назарбаева и вы безусловно будете обвиняться в том, что вы защищали государственных преступников Нурсултана Назарбаева, Хасамжамар Токаева, который участвует в группировке Нурсултана Назарбаева, участвовал в фальшивых выборах, участвует в хищениях, он участвует в узурпации власти Нурсултаном Назарбаевым, участвует в криминальных схемах, когда выстраивает позицию президента, не имеющий никакой власти, а реальная власть находится в руках Назарбаева и в этих играх участвует Хасамжамар Токаев и безусловно это тяжкие государственные преступления. Тяжкие государственные преступления совершает и председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и его первый заместитель Самат Абиш. Мы все должны психологически осознать что это люди являются преступниками они не являются государственными деятелями они должны быть арестованы поэтому даже если в этом аресте со стороны службы охраны президента будет участвовать 200 или 300 человек каждый из этих 200 получит по миллион долларов и по квартире в размере до 200 квадратных метров в Алма-Ате или в Астане и у вас сотрудники службы охраны президента или представители министерства внутренних дел полиции или армейские подразделения или представитель комитета национальной безопасности будет простой выбор или вас новая власть будет преследовать или вы останетесь со своими гражданами не будете убегать и прятаться за пределы страны и у вас не будет никогда денежных средств чтобы охранять этих лиц за пределами страны они максимум собой заберут 10-20 доверенных человек а десятки сотни людей они будут брошены в Казахстане и вы понимаете что вы понесете суровую ответственность за то что вы защищали этих государственных преступников поэтому поэтому я обращаюсь представителям силовых служб службы охраны президента представителям министерства внутренних дел армейским подразделениям у вас еще есть время буквально несколько месяцев когда вы можете большой группой сотрудников договориться между собой и осуществить арест этих четырех людей после этого конечно же вы можете смело выходить на пресс-конференцию и говорить что правительство на султана Назарбаева не зложено и передать все функции и полномочия гражданскому правительству а именно временному правительству демократического выбора Казахстана я обращаюсь к нашим гражданам мы все должны понимать какие действия в этом случае должны осуществлять мы все демократический выбор Казахстана организовывает по всей стране ячейки в каждом областном центре крупных городах есть наши представители и когда завтра произойдет смена политического строя режима Назарбаева во всех этих городах власть будет подхвачена нашими представителями представителями демократического выбора Казахстана и когда армейские подразделения или представители службы охраны президента или министерства внутренних дел объявят о том что эти четыре человека государственного преступника арестованы и правительство не изложено мы призываем вас выйти на площади нашей страны занять администрации акиматов городов и областей и сформировать органы правления органы управления будут временной течение срока не больше чем на полгода они будут состоять из наших активистов именно те кто боролся против этого политического строя реальное правительство реальная местная власть будет сформирована течение полугода пока будет функционировать временное правительство демократического выбора Казахстана таким образом мы силовим структурам даем выбор я недавно комментировал один вопрос который мне задавали в частности по Белоруссии когда огромное количество людей собиралось перед дворцом Лукашенко меня один из моих подписчиков спросил а что им делать дальше ответ у меня был очень простой прийти во дворец Лукашенко и арестовать его на что мне подписчик написал следующее а как его арестовать мы же простые граждане гражданские лица если мы гражданские лица а должны же спецслужбы арестовать нет уважаемые друзья именно граждане должны арестовать эту нелегитимную власть спецслужбы нашей страны именно комитет национальной безопасности нелегитимный орган он будет распущен если представители и работники комитета национальной безопасности хотят в будущем продолжать работать они должны присоединиться к народу и мы будем создавать новую структуру, которая будет отвечать за национальную безопасность страны и вы там можете приложить свои таланты, свои умения, свои организаторские качества, но для этого вы сегодня должны продемонстрировать и перейти на сторону народа. Вы можете прямо сейчас искать своих сторонников в недрах Комитета национальной безопасности, искать своих сторонников в недрах службы охраны президента или Министерства внутренних дел или в армейских подразделениях мировых примеров много, когда именно силовые структуры низвергали органы власти, а затем власть переходила в руки гражданского правительства. Такой план у нас тоже должен присутствовать, мы должны осознать, что эти действия возможны, мы заранее озвучиваем. При этом несколько сот человек, это касается армии и так далее, могут просто получить на заграждение минимум по миллион долларов, квартиры, остаться в рядах силовых структур, занять ведущие позиции в будущем новом правительстве Казахстана. Так что, уважаемые друзья, мы озвучиваем еще вот такой вот план. Меня спрашивает, меня спрашивает, какие дальнейшие действия должны делать мы, чтобы не произошло кровопролитий в нашей стране. Пример Белоруссии подтверждает наш план действий, а именно, когда на улице страны выйдут десятки тысяч людей, эти люди должны управляться организованными ячейками. И в этой связи я снова и снова повторяю, что необходимо в каждом городе создавать ячейки минимум из пяти человек, состоящие из доверенных лиц. Эти люди должны выйти на штаб, который находится в Киеве, на меня. Мы организуем прямой эфир в Зуме и будем договариваться о совместных действиях. В определенный день, по призыву демократического выбора Казахстана, на улице страны будут выходить десятки тысяч людей, и они будут руководиться, управляться именно этими ячейками. Таким образом, мы не допустим никого хаоса, мы четко будем знать, куда мы стремимся, как мы будем менять власть. В крупных городах именно несколько тысяч наших ячеек, сторонников, будут управлять этими процессами. Поэтому я призываю наших сторонников, именно тех, кто хочет перемен, реализовывать эту программу, создавать ячейки и готовиться к смене этого политического строя. Неизбежно. Неизбежно смена произойдет. Сегодня это будет Беларусь, завтра это будет Казахстан, и мы должны все процессы взять в свои руки. Я на этой неделе сделаю еще одно обращение, которое будет адресовано в адрес полиции, в адрес вооруженных сил, работник Комитета национальной безопасности. Мы озвучим дополнительные меры, которые вам позволят безболезненно перейти на сторону народа. Именно сейчас, не тогда, когда для вас неожиданно произойдут перемены, и вы будете переживать, что же с вами будет. Мы вам даем возможность, мы вам даем выбор, потому что этот строй, режим султана Назарбаева уже неизбежно упадет, и неизбежно завтра вы будете задавать себе вопрос, что же делать дальше, бежать ли из страны, будет ли для вас гарантирована безопасность в том случае, если вы останетесь. И на этой неделе я выступлю с новым обращением, обращением представителям силовых служб, которые из этой речи вы поймете, что те меры, которые мы предлагаем, дают вам тот самый пакет гарантии. И это вам позволит остаться внутри страны и быть вместе с народом. А сейчас, уважаемые друзья, еще раз повторяю, по миллион долларов вознаграждения за арест Нурсултана Назарбаева, Карима Масимова, Хасмжомар Токаева, Самат Абиша, а также по квартире каждому в размере не менее 200 квадратных метров по выбору в Алма-Ате или в Астане. И в этой операции могут участвовать хоть 200, хоть 300 человек. В бюджете страны средств достаточно. Эти деньги будут выплачены вам немедленно, после того, как будет произведен арест вышеуказанных лиц. Ауга, Казахстан!